Становимся ноги примерно на ширине плеч. Ноги в коленках, они не ровные, они чуть согнутые, расслабились. Стали и расслабились, нам хорошо. С этого положения делаем наклон вперед. Причем, когда мы наклоняемся, у каждого человека свой объем движения. Я наклоняюсь, у меня комфортно устроить до определенного уровня. Не надо стараться ниже. Куда тело опустило, туда и хорошо. То есть, стали расслабились, наклонились. Причем, голова должна быть через рук, шея расслаблена. Глаза у нас закрыты и дыхание будет происходить через рук. Еще раз. Стали, расслабились, наклонились, расслабились, шея расслаблена, руки-бедовочки, полностью расслаблены. Выждали паузу секунд 7-10, чтобы тело обмякло и расслабилось. И только потом начинаем дышать. Причем, когда будем дышать, вдох у нас будет через небольшое усилие. А выдох мы просто не выдыхаем. Воздух. Вдохнули, расслабляемся. Воздух сам выходит, течет, течет, течет. В конце выдоха пауза, три секунды. Раз, два, три посчитали. И новый вдох. Как-то выглядит еще раз. Стали, наклонились, расслабились. Нам хорошо. Наклонились, выждали паузу до 10 секунд. Тело обмякло и расслабилось. Глаза закрыты, дыхание через открытый рот. Делаем вдох. И расслабляемся. Воздух как-то сам. Долго, 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 долго. И в конце выдоха пауза. Раз, два, три. И потом новый вдох. И желательно, чтобы на вдохе характерные ошибки. Пытаются какие-то движения, чтобы набрать больше воздуха, как колебания наверх идут. Не надо. Просто легкие у нас, образно говоря. Набрали воздух, расслабились. Как шарик. Спускаемся, спускаемся. Потом пауза. Раз, два, три. И новый вдох. Вот. Таких нужно делать 9 вдохов. Подышали. Встали. Не надо никуда бежать. Нам хорошо, замечательно. Балду выздать. И вернулись в свою жизнь. Сейчас с вами будем это делать. Давай, чтобы. Ровный таз, ровный позвоночник. Как только таз уходит, позвоночник начинает компенсаторно подстраиваться под этот ушедший таз. И что проявляется в виде сколиозов, всяких тостей и искривлений. Основная идея в лечении заключается в том, чтобы нормализовать стабильное, ровное положение таза, при котором при наклоне вперед таз идет ровненько, и ровненько назад возвращается. Неправильное положение таза в пространстве формирует мышцы и связки, как правило. Одни напряглись, вторые расслабились, и таз немножко привело. Позвонки должны быть расслаблены, хорошо работать. То есть, они должны... мобильность была. То есть, они открываться, закрываться. Какое-то движение, объем должен присутствовать. Они, как правило, зажаты. Вот. Эту зажатость мы убираем, и все становится более-менее хорошо. Вот. Я как-то весело все это рассказываю, но самая главная идея всего заключается в том, чтобы сохранить то правильное положение позвоночника и таза, которое достигается в ходе сеанса. Как это происходит? Я обещаю корректирующим упражнение, которое позволяет при правильном, корректном выполнении, буквально уделяем три раза в день по две минуты, сохранять продолжительную правильную передачу нагрузок и движение в тазу и позвоночник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...